Пик Черского, высшая точка Камаринского хребта в Хамар-дабане. В прошлом имела название гора Камар. Вершина названа российскими географами в честь Ивана Дементьевича Черского, известного исследователем Сибири. Поход на пик Черского – один из самых популярных маршрутов в окрестностях Байкала. В этом видео мы прогуляемся на вершину и осмотрим окрестности, которые изобилуют красотами – водопады, озера, горы, кедровый лес и многое другое. Маршрут начинается в городе Слюдянка, куда можно приехать на электричке из Иркутска. Путь от железнодорожного вокзала через весь город можно сэкономить на такси. Перед выходом на маршрут есть смысл зарегистрироваться у МЧС, благо как раз на выходе из города находится их база. После дамбы начинается грунтовая дорога, идущая по ущелью реки. На ее начальном участке, на берегу реки Слюдянки много удобных мест для стоянки, где можно переночевать, если приехали вечерней электричкой. Дорога многократно пересекает реку. Для пешеходов в местах бродов сооружены деревянные мосты. Сначала я пробовал подсчитать все переправы, но в итоге сбился и сдался. Долина реки Слюдянки очень живописно. Разнообразная растительность, зарости папоротника, страусника, поросшие баданом валуны, кедры, рябина, смородина. Местами дорога проходит под кронами реликтовых тополей. Да и переправы с берега на берег, а также через многочисленные притоки, придают путешествию незабываемый колорит. Наиболее красиво здесь в июне, в пору цветения многих растений и в сентябре, когда на фоне синего неба смешиваются яркие осенние краски в самых немыслимых сочетаниях. При подходе к первой переправе с правой стороны дороги видны белоснежные отвалы мраморного карьера Перевал. На счетах у дороги появляются предупреждающие надписи о проводящихся работах, а наверху слышен шум карьерных самосвалов. Местами огромные глыбы мрамора лежат у самой дороги. Примерно посередине дороги, общая длина которой до перехода в тропу составляет около 15 км, на левом берегу реки находится база отдыха, состоящая из нескольких деревянных домов. Здесь же организована кафе Привал, в котором можно при желании перекусить. Продолжаем прогулку вдоль реки Слюдянки, постоянно переправляясь с берега на берег. Одна из последних переправ – мост Перемен. Построен на месте стоявшего здесь раньше высокого и крутого мостика, на который редко кто решался взбираться, предпочитая переходить реку вброд. Через 10-15 минут после этого моста дорога заканчивается и далее идет тропа. Примерно через полчаса ходьбы от последней переправы впереди открывается довольно обширное, почти свободное от леса пространство. Здесь мы расстаемся с рекой Слюдянкой, через которую так часто переправлялись. Реха уходит влево северным отрогом пика Черского, а тропа, быстро набирая высоту, через 30-40 минут выходит на Казачью поляну. Тропа обходит поляну левым краем. Здесь еще один крутой подъем, впрочем, непродолжительный, и неожиданно на открывшемся большом ровном пространстве оказывается площадка метеонаблюдений, а затем и большой дом метеостанции Хамар-Дабан. На площадке около метеостанции обычно устанавливают базовый лагерь, из которого совершают выходы по радиальным маршрутам на пик Черского, на озеро Сердце, к водопадам реки Подкомарной и ее притокам, к перевалу Чертовы Ворота, к пику Чикановского. На территории метеостанции имеется колодец. Других источников воды здесь нет, поэтому иногда базовый лагерь делают и в других местах, на Казачьей поляне или на Большой поляне за ручьем посетительским. В середине 2000-х годов вблизи метеостанции появилась турбаза Святой Кедр, а в настоящее время здесь принимают туристов сразу две небольших базы Хамар-Дабан и пик Черского. Теперь путникам, отправляющимся сюда в двух-трехдневный поход, уже нет необходимости брать с собой палатку. За вполне умеренную плату можно разместиться на ночевку в помещениях турбазы. Домики турбаз отапливаются, поэтому здесь можно переночевать даже в зимнее время. Это значительно расширило возможности для круглогодичных путешествий. О ночевке надо договариваться заранее по телефону, так как этот маршрут очень популярен и свободных мест на турбазе может не оказаться. Мы же решаем пройти подальше и встать на ночевку на поляне за ручьем посетительским. Место гораздо более уединенное и гораздо более приятное для радиальных выходов во все стороны. Идем от метеостанции по серпантину Старокамарской дороги. Эта дорога построена в конце 18 века, пересекает весь Хамар-Дабан с севера на юг и более 100 лет служила одним из караванных путей из России в Монголию и Китай. После постройки Транссибирской железной дороги караванный путь оказался ненужным и уже целое столетие практически пустует. Лишь последние десятилетия развития туризма в Хамар-Дабане дало вторую жизнь этой дороге. По ней проложены многие маршруты вглубь этой горной страны. Старокамарская дорога причудливым серпантином поднимается по склону горы среди могучих кедров. Многие туристы предпочитают не проходить все изгибы этого серпантина. Для них есть более прямая тропа, срезающая их, но зато и более крутая. Однако есть особая прелесть в том, чтобы пройти все живописные повороты этого древнего пути. Постепенно набирая высоту, дорога достигает гольцовой зоны, где кедровый лес сменяется мелкорослой растительностью, карликовой ивой и кедровым стланником, а также обширными алпийскими лугами. Это так называемый первый голец. Старокамарская дорога траверсирует его западный склон, спускаясь затем к ручью Посетительскому. Сразу после ручья находим приятную полянку под сенью кедров, где и разбиваем лагерь на ближайшие несколько дней. От Старокамарской дороги вдоль ручья Посетительского идет тропинка, по которой можно пройти вниз, местами лавируя между корнями по камням. Достаточно быстро оказываемся у водопада Веерного. Здесь ручей с живописным веером спадает со скального выступа в бассейн, сложенный красноватыми скалами. Продолжаем спуск вниз и через минут десять оказываемся у реки Каменки, на которой нас интересуют два водопада. Первый расположен вниз по течению. Чтобы его увидеть, переходим реку на другой берег и немного поплутав, спускаемся на отличную видовую площадку. Водопад высотой около 20 метров окружен красивыми скалами и падает в небольшой круглый бассейн. Спуститься к нему особо не представляется возможным, слишком опасно, поэтому остается любоваться издалека. ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сам водопад представляет из себя потоки по несколько метров, стекающие по плоским камням вниз Каскад уступает нижнему водопаду, но все равно смотрится интересно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь есть еще несколько водопадов, но мы тропы не нашли, так что не стали рисковать, пытаясь пробраться через заросли по мокрым камням Еще один очень интересный маршрут к перевалу Чертовы Ворота От посетительского ручья довольно скоро дорога выходит к берегу каменки и далее идет вдоль нее до самого перевала То приближаясь к реке, то удаляясь от нее на некоторое расстояние На путь от ручья до перевала понадобится примерно час времени Примерно на середине пути река Каменка снова совершает многочисленные прыжки по скальным уступам, образуя несколько водопадов Дорога здесь во многих местах заболочена многочисленными ручьями Часто вдоль дороги встречаются заросли можжевельника Так, постепенно поднимаясь по тропе, незаметно выходим к перевалу Чертовы Ворота Перевал представляет собой обширную плоскую площадку, большая часть которой занята озером Тропа про обходит его слева и выводит нас к большому каменному туру Которым отмечена высшая точка перевала и одна из точек водораздела бассейнов реки Иркут и озера Байкал Озеро Чертово – полная противоположность привычным горным озерам Во-первых, оно лежит не в котловине между гор, а наоборот, на возвышении Во-вторых, его глубина небольшая, по-видимому, не превышает 2-3 метров Почти все оно заросло водорослями, создающими причудливый узор на поверхности воды Лишь на северо-восточной оконечности озера есть небольшой участок каменистого берега, где легко подойти к воде Здесь можно искупаться Вода в озере летом неплохо прогревается, несмотря на довольно большую высоту над уровнем моря Старокамарская дорога, миновав перевал, уходит дальше на юг, по долине реки Спусковой Но это уже территория заповедника Чтобы попасть на пик Черского, возвращаемся от ручья По Старокамарской дороге к первому гольцу Дальше от дороги, по одной из туристических троп, поднимаемся на вершину гольца Сверху открывается вид на вершину Пика Черского, похожую отсюда на холку На складчатой спине какого-то огромного животного, то ли буйвола, то ли носорога Далее тропа поднимается на второй галец Каждый, кто взберется сюда, невольно замирает от красоты открывшейся картины Прямо внизу сверкает и переваливается голубыми и бирюзовыми оттенками жемчужина здешних мест Озеро Сердце Тропа к вершине идет по узкому гребню Жандармского перевала, украшенному причудливыми скалами Одна из них с острым горизонтальным выступом, направленным на север Похожа на Буратино, с его длинным любопытным носом Перевал расчечен надвое узкой расщелиной, которую следует обходить, спустившись немного по правому склону Далее минут 20 несложного подъема и мы на вершине Вершина представляет собой довольно большую, почти плоскую площадку Постепенно понижающуюся по трем расходящимся веером лучам На север, на северо-восток и на юго-восток На этой площадке установлено множество каменных туров разной величины На некоторых из них флаги с надписями и рисунками Здесь же несколько прикрепленных к камням металлических табличек Установленных группами восходителей в разные годы Над всем этим возвышается большой деревянный крест с молитвой «Отче наш» на деревянной дощечке А также столб с тремя переплетенными деревянными щитами с надписями на каждом из них Пик Черского – высшая точка этой части Хамар-Дабана Его высота – 2090 метров над уровнем моря С вершины открывается величественная панорама горной страны При посещении Байкала однозначно стоит запланировать несколько дней на улице На посещение этого места Тропа, оборудованные переправы и, в крайнем случае, турбазы Позволяют насладиться горной природой даже не слишком опытным туристам Изначально мне казалось, что здесь будет слишком людно И я получу мало удовольствия от похода Но получилось все как нельзя лучше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!